С этой командой я была уже частично знакома, поэтому когда пришла вот сейчас уже играть Алису Туманову, ощущение было, что я пришла в семью, все уже практически как родные, и команда действительно прекрасная, поэтому большая любовь к этому сериалу не только, так сказать, снаружи, но и изнутри тоже. Репутация какая-то безупречная. Алис Туманова — это очень загадочная женщина. Ее фамилия ее очень характеризует, она такая очень говорящая, потому что прошлое у этой девушки довольно туманное. Вот помню, была я на одном задании. Вероятнее всего, она служила где-то в разведке, возможно, под прикрытием. Бывают моменты, когда она может очень мило общаться с человеком, а потом вдруг неожиданно уложить его лицом в пол, достать из кармана нож. Как она угадала, что он там был, никто не знает, у нее есть какая-то методика, она как-то считывает эти вещи. Она меняет вот эти маски, она очень легко мимикрирует, она находит общий язык со всеми, она подбирает ключик, делает очень быстро. Очень эффективная, очень конкретная, очень логичная. И я у нее этому учусь. Ты еще не привык к шпионским штучкам, Алиса Сергеевна. К такому привыкнешь. Я училась метать ножи. Я училась стрелять. Пересмотрела огромное количество фильмов, посвященных таким вот сильным женщинам а-ля Лара Крофт, скажем так. Возможно, было бы логичней для попадания в ее персонажа, если бы она была в коже, в латексе, вот это вот с пистолетом, вот какой-то такой. Но в этом и с одной стороны юмор, с другой стороны какая-то ее близость ко всем остальным, потому что при том, что она обладает всеми этими сверх качествами, одевается она как обычная женщина, даже в кадре. Она не всегда бегает как суперчеловек. Она вот немножечко у нее какой-то такой вот есть женская, у нее сумочка на плече, которую она придерживает. Когда она пытается перелезть через забор, она может подпрыгнуть, ее шапочка немножечко вот может куда-то уехать, и она ее так вот трогательно поправляет, и все это делает ее живой, как мне кажется. И мне это очень нравится. Алиса Сергеевна, ты использовала запрещенный приемчик. Да. Не скучно ли тумановой после разведки оказаться здесь? Что-то такое случилось, какая-то причина нам неизвестная, по которой она не может продолжать работать. там, где она работала, но без этого она не может совсем. Просто потому, что это то, что будоражит кровь. Когда тело просит какой-то физики, когда тело просит какого-то движения, вот просто хочется каких-то физических упражнений, какой-то нагрузки, и вот у нее то же самое. Она не может без этого. А когда есть возможность реализации в этом, она чувствует себя счастливой. Ну и как мы его будем брать? Четко и быстро. Ты туда, я сюда. Каждое дело, которое расследует свои, необычное, что-то очень нестандартное, что-то, за чем всегда особенно интересно наблюдать, я никогда не заглядываю на последнюю страницу сценария, когда мне его присылают. Принципиально. Мне интересно самой раскрутить этот клубок. Как же это так придумал преступник, что вот и хочется вот за эту ниточку тянуть, и хочется ее разматывать. И мне самой, когда я читаю сценарий, безумно интересно, чем же все закончится. Ну что, преступление раскрыто. Остались технические детали. Вайсберг — это человек, обладающий каким-то очень неожиданным сочетанием прекрасного юмора и здорового такого цинизма, присущего, в общем, человеку, его профессии. Это человек, который умеет настолько вовремя вот как-то вернуть, подколоть, как-то, я не знаю, и с юмором отнестись к себе, к ситуации, что вот ты смотришь на него и думаешь, ну если человек шутит даже в таких обстоятельствах, значит, наверное, не все потеряно в этой жизни. Чего-нибудь придумай. Моя героиня очень благодарна Радимину за то, что он пригласил ее в свой отдел и дал ей возможность заниматься тем, что она очень любит и без чего она, ну, в общем-то, не может. Он для нее такой очень особенный человек, в которого, возможно, я фантазирую, это не информация для сценаристов, ни в коем случае, но, возможно, она могла бы даже влюбиться. К тому же, это как будто на службе романов не было. Гениус для Алисы тумановый удивителен. Она немножко подозревает его в лукавстве, потому что ей трудно допустить существование каких-то вот этих вот потусторонних сил и способностей. К сожалению, ты в этом ничего не понимаешь. И еще удивительное для нее то, что эта методика как-то работает. Как-то она работает. Вот ее логичность и ее доверие беспредельное Радимину, который поставил их вместе, заставляет ее просто вот принять эту ситуацию и понять, ну, начальству виднее. Да, с Гришей мы познакомились, и это такой человек, который, наверное, по всей вот этой вот нашей истории, он ее как будто бы немножечко облегчает. У тебя есть какая-нибудь книга? Вот как можно тупее? И каждый из нас, наверное, по-своему ему благодарен за то, что он чуть-чуть делает каждого из нас легче. Верочка — это вообще загадка. Ее многочисленные друзья, которые обладают всеми возможными какими-то связями. Она просто, да, она человек-оркестр. Вот эти вот ее какие-то штучки, вот эти ее какие-то придумки, она заряжает, она вдохновляет. Название сериала «Свои» мы все на самом деле, каждый по-своему, каждый со своими способностями, каждый со своими особенностями, каждый со своими странностями. В хорошем смысле этого слова являемся одной такой большой, ну, в общем, семьей. Вот зритель включает телевизор, о, ну, это «Свои», это «Наши». И без всяких теорий ясно. Ты отличный напарник. Дорогие зрители, смотрите сериал «Свои». Будет не оторваться. Я проверяла. Встречаемся на пятом. «Свои» на пятом.